То, чем я собираюсь поделиться с вами, окажет огромное влияние на ваш подход к изучению и познанию Библии. И не только это. Оно Духом Божьим откроет глаза нашего понимания на то, как лучше принимать от Бога, как лично, так и публично. В 4 главе Евангелия от Луки говорится об Иисусе. Давайте начнем с 14 стиха. «И возвратился Иисус в силе Духа». Перед тем, как вернуться, Дух Божий по воле Отца побудил его поститься. Здесь сказано, что Дух повел его в пустыню, где он был искушаем сатаной. И вот в 14 стихе мы видим, как Иисус возвращается назад. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею и разнеслась молванием по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем». Сейчас обратите особое внимание на эту фразу, потому что она имеет большое значение для нашего последующего изучения. «Он учил» или «проповедовал» в их синагогах «И от всех был прославляем». И пришел на Зарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаия. «И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано». Итак, Иисус не просто наугад открыл книгу и прочитал первопопавшееся место. То есть Иисус все делал с определенной целью. Это очень важно. И мы должны применить это к тому, о чем мы сейчас говорим. Я хочу, чтобы вы увидели, что Иисус был призван проповедовать. Его призвание проповедовать ничем не отличается от вашего призвания проповедовать. Откуда я знаю это? Потому что вы призваны проповедовать тем же самым призванием, той же самой личностью и с тем же самым снаряжением, чтобы делать ту же самую работу. Не может быть такого, чтобы Иисус был призван делать одно, а вы другое. Разница между вами и Иисусом заключается в том, что Он был призван делать все, а вы только часть. Вы не снаряжены, чтобы делать все, но вы призваны тем же самым призванием. Знаете, много лет назад я был шокирован, когда я наконец понял, что Иисус был проповедником Я не знаю, за кого я его принимал Мне и в голову никогда не приходило, что Иисус встал, взял Библию, открыл ее на 61 главе книги пророка Исаии А также коснулся и 25 главы книги Левит Прочитал из нее пару стихов, а потом начал проповедовать на основании того, что прочитал Не знаю, может быть, я думал, что Иисус просто ходил из города в город, говоря Боже мой, вот и больной Раз, два и порядок Иисус называл самого себя пророком Он служил, проповедовал и учил А также исцелял больных Освобождал нищих Он все это делал Аминь А нам нужно увидеть его таким Увидеть его жизнь Его служение И то, к чему он был призван Потому что я хочу сказать вам, что он все делал правильно Аминь Давайте прочитаем дальше Ему подали книгу пророка Исаия И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано Он открыл то место, которое сегодня мы с вами называем 61 главой книги Исаии Слова являются помазанными, а нумерация нет Поэтому вся эта нумерация нужна только для того, чтобы было бы удобно найти нужное место И уже потом читать его, не обращая внимания на цифры Эта нумерация бесконечно пользовалась дьяволом для того, чтобы разделить слово Божие Усложняя тем самым его понимание Поэтому читайте его правильно Он нашел место, где было написано Дух Господень на мне Почеркните слово на мне Дух Господень на мне Ибо Он помазал меня благовествовать нищим Теперь вы видите это Дух Господень на мне Ибо Он помазал меня проповедовать Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать пленным освобождение Это понятно, что здесь везде подразумевается слово проповедовать Поэтому давайте и вставим его везде, где оно подразумевается Чтобы получить полное представление об этом стихе Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать пленным освобождение Проповедовать слепым прозрение Отпустить измоченных Или разбитых на свободу Проповедовать лето Господне Благоприятное Или юбилей Благоволение Божье О котором идет речь в 25 главе книги Левит И закрыв книгу И отдав служителю сил И глаза всех в синагоге были устремлены на него И он начал говорить Он не сказал Ныне исполнилось Писание сие слышны вами И на этом остановился Ныне исполнилось Писание сие слышанное вами Эти слова просто являлись кратким содержанием его проповеди Смотрите, здесь сказано, что он начал говорить Иисус сказал намного больше, чем только эти слова Конечно же, он сделал такое утверждение Но это не все, что он сказал Иисус проповедовал на основании прочитанного местописания И мы увидим это позже, когда будем изучать начатую нами сегодня тему Иисус проповедовал о благодати Божией Он проповедовал нищим Я здесь Поэтому вам больше не нужно оставаться нищим Он проповедовал сокрушенным сердцем Я помазан Поэтому вам больше не нужно оставаться сокрушенным сердцем Что Иисус имел в виду, говоря Я помазан И он действительно сказал, что помазан И позже в Библии мы увидим, где он говорит об этом Когда он сказал Я помазан Вот здесь Иисус только что закончил говорить И Писание само сказало о нем Дух Господень на мне Я помазан Слово «помазать» означает «излить на», «втереть» Или «растереть повсюду» Вот что означает слово «помазать» «излить», «втереть» Или «растереть повсюду» Вы когда-нибудь намазывали себя кремом для загара? Наверняка не использовали слово «помазать» А какое тогда слово вы использовали? Вы использовали слово «натереть» Но вы спокойно могли использовать слово «помазать» Потому что слово «помазать» Потому что слово «помазать» не является каким-то особо вдохновенным Богом словом Которое нельзя использовать в повседневном обиходе Мы сами делаем некоторые слова особенными Что, в общем-то, совсем неплохо Потому что бывает время, когда слова становятся настолько особенными для нас Что мы используем их только тогда, когда говорим о Боге И не используем их в других случаях И в этом нет ничего плохого Но в то же время Очень часто Мы теряем значение этих слов Они становятся религиозными И ничего особенно незначащими словами Мы их употребляем, чтобы просто показать всем, что ходим в церковь То же самое касается и слово «праведный» То же самое касается и слово «крещение» Что ты имеешь в виду, говоря Что то же самое касается и слово «крещение» Если бы мы перевели слово «крещение» с греческого языка То у нас не было бы никаких разногласий по поводу его значения Слово «крестить» означает «погружать» Но никогда не переведя его Мы сделали из него религиозное слово Для человека, говорящего по-гречески, слово «крестить» означает «погружать» Люди крестят, например, пончики И не возникает никаких проблем с этим Аминь Слово «крещение» означает просто «погрузить» или «окунуть» Видите? Прекратились бы всякие споры, если бы мы перевели это слово Боже мой, мы вообще не должны воевать друг с другом Ни по какому поводу Но, как вы знаете, шли целые войны вокруг этого погружения И вы правы, все мы должны пройти погружение Если вы собираетесь покреститься, тогда вас придется погрузить, как пончик, понимаете? Аминь Но вы видите всю важность подобного рода слов Мы должны понять, что Библия Это не просто какая-то красиво звучащая религиозная книга Она говорит нам те вещи, которые созидают нашу веру Которые отделяют нас от тьмы И познайте истину, и истина сделает вас свободными Вот для чего предназначена Библия Иисус сказал «Сеятель Слово сеет» И если Слово попадет на хорошую почву То принесет урожай в 30, иное в 60, а иное и во 100 крат Слово Божие преследует цель умножить все во 100 крат Умножить ваше здоровье во 100 крат Умножить ваш доход во 100 крат Умножить ваши способности во 100 крат Вот для чего предназначено Слово Божие Слово Божие было дано нам не до того, чтобы мы делали красивые рождественские открытки И подобного рода вещи Боже мой, Иисус родился даже не 25 декабря Что? Я не заикнулся Вы услышали именно то, что я сказал Аминь Я не думаю, что для него так уж важно Когда мы отмечаем его день рождения Аминь Вы понимаете, о чем я говорю Можно стать крайне религиозным в некоторых вопросах А также в некоторых библейских словах Мы шепотом произносим Слово Святое Как будто оно сломается, если вы скажете его громко Аминь Святой Это святой А что это значит? Не знаю Что значит святой? Понимаете, если Слово не имеет никакого значения То оно не будет ничего значить И тогда, когда вы его произнесете А если оно ничего не значит тогда, когда вы его произносите Следовательно, оно не освобождает никакой веры Если оно не освобождает никакой веры, тогда это не угождает Богу А если это не угодно Богу, тогда у вас проблема И проблема не в том, что вы не угодили Богу А в том, что дьявол будет использовать это против вас Понимаете, что я имею в виду? Потому что не угождать Богу – это работа дьявола Он работает сам на себя Он не работает ни для Бога, ни для вас Он вообще ни для кого не работает Кроме самого себя Он полностью абсолютно эгоистичен Некоторые люди говорят, что Бог использует его Бог не нуждается в нем Аминь Аллилуйя Вы должны наконец-то понять это Хорошо Итак, после этого Иисус сел и начал проповедовать Знаете, я думаю, что это отличная идея Не знаю, почему мы не проповедуем сидя Я думаю, что я проповедовал бы дольше, если бы сидел Аминь Хотя, наверное, сидя я не смог бы так двигаться, как я это делаю, проповедуя стоя Во время проповеди я прихожу в такой восторг, что начинаю бегать по всей сцене Итак, Иисус проповедовал о том, что Он помазан Или о том, что Бог пребывает на нем Иисус сказал Если вы видели Меня, значит, вы видели и Отца А Отец, Который во мне Он творит дела То есть, очевидно, что Отец пребывал в нем, не так ли? Иисус родился, уже имея Бога Отца в себе Да, но на реке Иордан, на него сошел Дух Святой Написано, что Дух Святой свалился на него, не так ли? Нет Написано, что Он сошел на него, как птица Он не выглядел, как птица Позвольте мне сказать несколько слов по этому поводу На основании этого местописания Мы считаем голубя символом Духа Святого Но Дух Святой не был голубем Он не был похож на птицу Голубь был использован в качестве иллюстрации Чтобы мы увидели, что Дух Божий сошел на Иисуса и окутал его Или, другими словами, крестил Иисуса В самого себя Теперь вы знаете, что значит погружать или обмакивать Понимаете? Иисус был погружен в Дух Святой То же самое доступно и нам с вами И многие из нас уже крещены в Духе Святом Если вы еще не крещены в Духе Святом, то это не Божье, а ваша вина Иисус сказал, что даст Духа Святого тем, кто просит Его об этом Но из крещения Духом Святым сделали большую религиозную идею Из-за чего возникло много недоразумений Хотя здесь вообще не должно быть никаких недоразумений Обратите внимание на предлог «на» Дух Святой «в», Дух Святой «на» Сейчас Дух Святой проявляется среди нас В другой форме помазания или излияния Понимаете? Это все различные проявления Духа Святого Но это все один и тот же Дух И Он является Богом Разница между тем временем, когда Дух Святой сошел на Иисуса И нашим временем, которое началось со дня Пятидесятницы Заключается в том, что тогда, когда Дух Святой сошел на Иисуса Атмосфера еще не была наполнена Его присутствием В те дни атмосфера была наполнена присутствием дьявола Но в день Пятидесятницы Дух Божий наполнил атмосферную оболочку нашей планеты Он полностью наполнил ее самим собой И праведность сошла на всех людей Из-за непослушания одного человека смерть сошла на всех людей Но через послушание одного человека на кресте В день Пятидесятницы пришел Дух Святой, не так ли? Иисус был послушен Богу Став послушным даже до смерти А когда Он воскрес из мертвых, дьявол был сброшен со своей позиции власти И Дух Святой принес праведность всем людям Она сейчас здесь И Он сейчас здесь, повсюду Вы можете спастись в любом месте И в любое время Вы можете родиться свыше Где угодно Потому что Дух Святой Находится повсюду Он повсюду Аминь Аминь Десятую главу книги Деяний Спасибо тебе, Господь Помните ситуацию Из-за которой Петр попал в дом Корнилия Как Он оказался у Корнилия? Это произошло через 10 лет После Дня Пятидесятницы Церковь Иисуса из Назарета Функционировала уже на протяжении 10 лет И они наконец поняли, о чем говорил Иисус Когда сказал им идти до края земли То есть идти к язычникам Потому что евреи и не думали, что язычники тоже могут спастись Иисус сказал им об этом Но они ничего не поняли Но потом они все-таки поняли это Бог подтвердил эти слова Петру И тот пошел и начал проповедовать Петр был в доме Корнилия Когда сказал следующие слова 34 стих Петр отверз уста и сказал Истинно познаю, что Бог нелицеприятен То есть Петр принял это откровение от Бога Но во всяком народе, боящийся Его И поступающий по правде Приятен Ему Он послал сынам Израиля Слово Благовествуя мир Через Иисуса Христа Все есть Господь всех Давайте переведем слово Христос Слово Христос Является греческим переводом Еврейского слова Мессия Когда апостол Павел писал свои послания Когда Лука писал Евангелие Они не переводили с еврейского на греческий Они писали по-гречески Понимаете о чем я говорю? Когда он использовал слово Христос Лука не переводил его с еврейского на греческий Он говорил по-гречески И писал по-гречески людям Которые читали по-гречески И потому использовал слово Христос Так почему же мы так и не перевели его с греческого на русский? Я совершенно не понимаю почему Только религиозные люди понимают Но я не знаю почему Хотя это важно Почему? Потому что это просто калечит тех, кто не знает греческого Духовно Оно калечит испаноговорящих людей Потому что они сделали то же самое Они так и не перевели слово Христос Когда я изучал испанский Меня научили слово Кристо Но мне тяжело произносить имя Иисуса по-испански Потому что я называл его Христом все время И я знаю, что для некоторых людей Очень тяжело произносить настоящее имя Иисуса Потому что их деноминация Все время использует только слово Христос Примите Христа как своего Спасителя Служите ли вы живому Христу? Христос здесь, Христос там, Христос это, Христос то Но вы же ведь не говорите по-гречески Если вы скажете слово Христос тому, кто знает гречески То он получит намного больше откровений об Иисусе, чем вы Потому что уже дошло до того, что слово Христос считает фамилию Иисуса Вместо того, чтобы наконец понять, что же апостол Павел и другие апостолы Написали нам в Слове Божьем об Иисусе Ведь именно нам, а не Иисусу Нужно знать, что значит Христос Разве не мы являемся телом Христа? Разве не мы являемся христианами? Спросите у людей, что значит слово христианин И вы услышите, что быть христианином значит быть хорошим Не поступать плохо и тому подобное То есть слово Христос абсолютно ни о чем не говорит людям Почему? Потому что они не говорят по-гречески По той же причине слово крещение Так же не так уж много значит для вас По той же причине слово апостол Ассоциирует у вас только с конкретными именами Я знаю, что я не апостол И вы, скорее всего, тоже Если вы говорите по-гречески Тогда маленький мальчик, посланный в магазин купить хлеба Является для вас апостолом Потому что он был послан своей мамой Но когда Бог посылает вас, тогда вы являетесь таким же апостолом Только пишетесь уже с большой буквы Вы слушаете меня? Понимаете? Просто мы смешали все в одну кучу Но мы с вами акцентируем свое внимание на слове Христос И я хочу кое-что показать вам сейчас Он послал сынам Израиля слово Благовествуя мир через Иисуса помазанного Все есть Господь всех Помните, что значит слово помазать? Быть на Позвольте дать вам библейское определение слова помазания То значение, с которым оно используется в Библии, когда речь идет об Иисусе О вас и о любом проявлении Духа Святого в служении и в жизни Когда мы говорим о помазании Мы говорим о Божьей освобождающей силе Разбивающей оковы Исайя написал так Рабство уничтожено Ермо Уничтожено Благодаря Помазанию Мы часто говорим, что помазание разбивает ермо И это не совсем правильно Частично правильно, но в целом нет Потому что слово уничтожает Более точно выражает то, о чем говорит Библия И если подумать, то слово уничтожает, лучше слово разбивает Когда я слышу, что разбилась моя ваза То моя самая первая мысль Это А много ли уцелело? Можно ли попытаться склеить ее? Но слово уничтожить Говорит о том, что собрать ее обратно уже невозможно Еврейское слово, переведенное как уничтожать Означает просто изгладить Итак, ермо изглажено и уничтожено Благодаря Помазанию Аллилуйя Это сила Божия, уничтожающая ермо Исайя написал так Рабство уничтожено Ермо уничтожено благодаря помазанию Мы часто говорим, помазание разбивает ермо Но это не совсем правильно Отчасти это так Но в целом это неправильно Потому что слово уничтожает Более точно выражает то, о чем говорит здесь в Библии И если подумать, то слово уничтожает Намного лучше слово разбивает Потому что, например, когда я слышу Что разбилось ваза, то первое, о чем я думаю Это А можно ли попытаться склеить ее? Но слово уничтожено говорит вам о том, что восстановить ее уже невозможно И еврейское слово, переведенное как уничтожить Означает Изгладить Изгладить Таким образом, ермо изглажено Уничтожено Помазанием Аллилуйя Это сила Божья Уничтожающая ермо А есть ли в нашей плоти сила, чтобы уничтожить рабство плоти? Нет Есть ли в вашей плоти сила, чтобы удалить болезнь и немощь из тела другого человека? В вашей плоти нет такой силы Знаете, что? Возможно, это просто шокирует сейчас кого-то из вас Но неважно, я говорю истину Послушайте меня Плоть Иисуса тоже не имела такой силы Его плоть Просто сама по себе плоть Не имела силы, чтобы исцелять Точно так же, как не имеет ее и ваша плоть Иисус получил свое тело от Марии И у Марии не было никакой целительной силы, чтобы понаследить Иисусу передать ее Иисусу У плоти нет силы, не так ли? И у Иисуса не было какой-то особой плоти Единственное, что отличало его плоть от других, было то, что она ни разу не согрешила Плоть Иисуса и плоть Адама были совершенно одинаковыми Совершенно одинаковыми Но есть некоторая уникальность в их схожести И она заключается в том, что когда Бог сотворил Адама Он увенчал его Послушайте Он увенчал его своей славой Или своим присутствием Все, чем Бог был, есть и будет Он излил на Адама Он излил Я хочу, чтобы вы поняли значение слова «помазать» Он помазал его В Библии используется слово «увенчал» Потому, что Бог возложил это свое присутствие на Адама И оно покрыло Адама с головы до ног Когда Иисус родился на этой земле Он родился без этого венца Почему? Потому что Адам потерял его В тот момент Адам впервые увидел свое тело До греха падения оно было покрыто Божьей славой Божьим огнем, Божьим присутствием А теперь скажите Была ли у Адама сила, чтобы исцелять? А был ли кто-то болен? Вы слушаете меня? Но когда пришло время служения Иисуса Внутри его уже был Бог Я имею в виду, Иисус сам является Богом Послушайте, что говорит Писание Иисус являлся Богом, явленным во плоти Стопроцентный человек и стопроцентный Бог Но я хочу, чтобы вы увидели, что только лишь тот факт Что Иисус ни разу не согрешил Еще не наделяет его плоть Какой-то особой духовной силой Это очень важно Это является важным откровением Я не знаю, с чего мы взяли Что сможем стать просто супердуховными Если каким-то образом перестанем грешить Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы грешить Потому что возмездие за грех смерть Но если вы не будете грешить Это еще не сделает вас супердуховным Библия не говорит, что если вы перестанете грешить То станете духовным Нет Она говорит совсем о другом Библия говорит Живите по духу И вы не будете исполнять вожделений Или похоти плоти Там не сказано Избавьтесь от похоти и вожделений плоти И тогда живите по духу, понимаете? Мы должны расставить все по своим местам Чтобы увидеть, как это работает Мы ходим в крови агнца Которая и хранит нас от греха Но сейчас мы говорим о другой области нашей веры Нашей жизни И нашего духовного благосостояния Мы говорим о помазании Вот в чем проявляется сила Божия Мы почти потеряли это Даже узнав о том, что помазание всегда было доступно нам Мы теряли откровение о помазании И Слово Божьего И занимались всевозможными непонятными И нелепыми плотскими вещами Пытаясь получить помазание Если я буду поститься до прессмертного состояния Тогда, возможно, и придет Слава Божия Нет Смотрите Иисус был помазан еще до того, как вошел в пост Не после него Вы слушаете меня? Видите, сначала пришло помазание Помазание пришло для того, чтобы он мог поститься Именно для этого и нужно помазание Сейчас я хочу вернуться к тому, на чем мы остановились раньше Когда пришло время Иисусу начать свое служение Он был помазан Духом Святым Дух Божий сошел на него, чтобы выполнить это служение Пришло помазание, чтобы разбить ермо Чтобы проповедовать о том, что это ермо разбито А также помазание пришло для того, чтобы исполнить Слово Божие Давайте вернемся к тому месту Писания Где Петр говорит об этом Начнем с 36 стиха 10 главы книги Деяния Я не хочу забегать вперед того, чем Господь желает, чтобы я поделился с вами Он послался нам Израилевым Слово Благовествуя мир через Иисуса Помазанного Какой мир благовествовал Иисус? Тот мир, который почтило помазание Помните, что сказал ангел в тот день, когда родился Иисус? Вы когда-нибудь задумывались над тем, зачем там находился ангел? Очевидно для того, чтобы защитить его рождение Аминь Чтобы не подпустить дьявола к тем яслям Он утихомирил животных Защищал Марию Он наблюдал за всем происходящим И потом Бог сказал кое-что Как только Иисус родился, Бог сказал Моя жертва находится на земле Бог называет несуществующие, как существующие Так написано в послании к Римлянам 4.17 И Бог сказал Что касается Меня, то мир на земле И к человекам благоволение Что касается Меня, то нет больше войны между небом и землей Моя жертва находится на земле, дело сделано И затем Он послал Иисуса рассказать об этом людям Проповедовать мир между Богом и человеком Раньше никто не говорил им об этом Им говорили о том, что Бог злится на них Что за нарушение хотя бы одного из Его законов Можно хорошенько получить То же самое мы перетащили и в христианство Мы пытались служить Богу Есть один человек, который оказал очень огромное влияние На мою жизнь С тех пор, как я стал верующим А также и на жизнь Глории В то время, когда мы еще учились В университете Орла Робертса В самом начале нашего служения Его зовут Томми Тайсон Он является одним из величайших проповедников Евангелия нашего поколения Я удостоился привилегии провести с ним прошлую неделю И послушать его проповеди Это настолько благословило меня И он спросил Я хочу знать, насколько христианским является ваш Бог Бог, которому вы служите Подобен ли он Христу Или он подобен дрочливому шоферу Которого вы пытаетесь удовлетворить все эти годы Он сказал Позвольте мне сказать вам кое-что Суть не в том, как много вы служите Богу И как много вы делаете для Него А суть в том, насколько вы позволяете Ему служить вам И как много вы позволяете Ему делать что-то для вас Понимаете? Да, конечно, мы служим Богу Но наше призвание заключается не только в том, чтобы быть служителями Наше призвание – это быть Его детьми И чтобы быть Его семьей Аминь Наше призвание состоит в том, чтобы жить, как жил Адам до грехопадения, а не после него Аминь Вы когда-нибудь задумывались об этом? У Адама не было никакой рабочей этики У него была этика веры И мне это очень подходит Потому что мне в свое время так же не доставало рабочей этики Адам начал работать в поте лица своего только после грехопадения Когда слава Божия оставила его Все согрешили и лишены славы Божьей Божьего присутствия Божьего помазания Это не значит, что вы должны продолжать жить, лишенными славы Божьей Потому что слава находится здесь Иисус сказал «Слава, которую ты дал мне, я дал им» Иисус не говорил в тот момент о хвале И я не говорю сейчас о хвале Библия не говорит о хвале Слава и хвала могут использоваться как синонимы Но, согласно Писанию, они не являются синонимами Потому что не означают одно и то же Приучите себя, говоря о хвале Говорить о прославлении и восхвалении Бога А говоря о славе Говорить о Его присутствии О Его присутствии среди нас Тогда вы научитесь видеть разницу между хвалой и славой Очень часто настоящим прославлением Бога Является хождение в Его славе Которое и прославляет Его Вы знаете происходившее по всей Иудее Начиная от Галилея После крещения, проповеданного Иоанном Переведите, пожалуйста, слово крещение Погружение После погружения, проповеданного Иоанном Понимаете? Здесь говорится о немного другом погружении Иисус проповедовал одно погружение, а Иоанн другое Иоанн сказал «Тот, кто придет после меня, будет крестить вас в Духе Святом и в огне» Этим огнем является слава Божья Аллилуйя Этот огонь был на Адаме Пророк увидел Бога и сказал Что он является огнем, который окутывает его сверху донизу Слава Богу, огонь! Аминь И это слово распространялось Как оно распространялось? Сказано, что оно проповедовалось помазанным Иисусом И это очень важно Оно проповедовалось помазанным Иисусом Именно об этом мы только что прочитали, не так ли? В Евангелии от Луки 4, 18 С 14 по 18, 19, 20 стихи Там написано, о чем проповедовал Иисус И Петр знал, что говорил, потому что слышал, о чем постоянно проповедовал Иисус Здесь сказано «Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи После того, как Иисус был крещен в воде Или погружен в воду Он был погружен в Дух Святой Вот когда Он начал свое служение Именно об этом говорится в 4 главе Евангелия от Луки, не так ли? Там написано, что Иисус возвратился в силе Духа Вы помните, что Он был крещен в Иордане Или погружен в Иордане Он был крещен в Духе Святом Или погружен в Дух Святой И сразу же, как там написано, Дух Божий повел его в пустыню Он повел Иисуса в пустыню для того, чтобы вы тоже отправились туда же Не ходите за Ним в пустыню Вам нечего делать в этой пустыне Вас может туда занести попутный ветер Но не Бог, чтобы таким образом научить вас чему-то Иисус пошел в пустыню для того, чтобы вам не надо было идти туда Иисус взял на Себя вашу пустыню в Гефсиманском саду Он пошел туда, чтобы поразить весь ад Он пошел в Гефсиманский сад, чтобы поразить ад Он пошел в ад, чтобы поразить его Чтобы избавить вас от этой пустыни Знаете ли вы, что Бог не посылал Израиль в пустыню? Нет, Он этого не делал Они сами туда пошли Бог послал их перейти Иордан И они блуждали по пустыне 40 лет Потому что они пошли туда, куда нужно было идти И сегодня многие христиане, сидя в пустыне, думают Что Бог таким образом сделает их сильнее Он сделает вас сильнее, если вы будете слушать Его Но это не очень-то вам поможет, пока вы сидите в пустыне Одна женщина сказала, я знаю, что многому научилась в пустыне Знаете, братков, он за последние 12 лет Я прошла через многие испытания и скорби И через них я научилась тому, чему по-другому не научилась бы Вы сами в этом виноваты? У вас есть Библия Придите к Богу, обратитесь к Его Слову Ожидайте быть помазанным Перестаньте в пустую тратить свое время, пока не оказались в яме Вы слушаете меня? Я рад, что хоть кто-то меня слушает Я так устал слушать, как люди прославляют проблемы и неприятности Я устал слушать, как пустыня принимает ту хвалу, которую должен принимать Бог Всемогущий Бог вывел вас из пустыни, когда вы родились свыше И вам абсолютно незачем сегодня блуждать по ней Возьмите себя в руки, примите силу Слова Божьего Встаньте на Его Слово и выходите из этой пустыни Во имя Иисуса Да, но Бог не убрал с меня свои тяжелые руки Милый мой, это не Божья тяжелая рука Его бремена легкие И потребуется какое-то время, чтобы разобраться в этом вопросе Потому что в течение стольких лет нас убеждали в обратном Для некоторых то, что я сейчас говорю, возможно звучит чуть ли не как святотатство Так как они думают, что обязательно должны страдать за Иисуса Вы хотите, чтобы мы сделали для вас крест и помогли вам зайти на Него? Нет, я не собираюсь заниматься подобными вещами Вы для этого не подходите Совсем не подходите Вы не понесли на себе мои грехи И не понесете и свои Я говорю сейчас о нашем общем отношении как верующих, понимаете? Вы хотите, чтобы я сказал вам, почему мы раньше этого не понимали? Потому что мы не знали, что означает слово «Христос» Так откуда же мы могли знать, что означает слово «христианин»? Мы являемся телом помазанного Я вижу, до некоторых из вас это, наконец, начинает доходить сейчас «Христианин» означает «помазанный, как он» Помазанный его помазанием Погруженный в его славу Погруженный в его слово Погруженный в его имя Погруженный в его силу Тогда что же ты делаешь в пустыне, христианин? Аллилуйя Слава Богу Хорошо Пойдем дальше Смотрите, что написано в 37 стихе Слово, которое Иисус проповедовал по всей Иудее Начиная от Галилеи После погружения проповеданного Иоанном Вот то слово, которое было проповедано по всей Иудее Начиная от Галилеи Как Бог Излил Самого себя На Иисуса из Назарета Через минуту я дам вам определение помазания Я обещал, что дам вам библейское определение слова «помазать» Я даже сделаю это прямо сейчас Потому что сейчас самое время определиться в данном вопросе Быть помазанным от Бога Согласно Слову Божьему Я говорю о библейском значении слова «помазать» Излить на является одним лишь из его значений Вы можете быть помазаны водой Вы можете быть помазаны виноградным соком От этого еще ничего не меняется Кто-то излил его на вас Тем самым помазав вас им Другое дело Быть помазанным Богом Помазание – это Бог Пребывающий на плоти И делающий то, что плоть сама по себе без Бога делать не может Вот о чем мы говорим И каждый раз, встречая Слово Христос Остановитесь Переведите его Еще раз прочитайте то место, где вы встретили его Потому что Дух Святой через апостола Павла Апостола Петра, Иакова, Иуду, Иоанна Всех их Говорит нам что-то о Боге Пребывающем на плоти О Боге, пребывающем на Иисусе Он говорит нам что-то именно об этих сферах Бога Бог, пребывающий на плоти Бог делает то, что плоть сама по себе не может делать Бог среди своего народа, проявляющий себя так, как плоть не может себя проявить Бог в вас Ваша надежда Скажите, ожидание Это именно то, чем является надежда Христос Помазанный Или в данном случае Помазание В вас Ваше Ожидание Славы Наконец-то мы начинаем это понимать Слава Богу вовеки Разве это не удивительно? Иисус проповедовал следующее Как Бог Духом Святым и Силой Помазал Иисуса из Назарета И Он ходил, благотворяясь, исцеляя всех обладаемых или угнетенных дьяволом Потому что Бог был с ним Бог пребывал на нем Вы видите, о чем Он проповедовал? Мы только что прочитали об этом И здесь написано, что Он проповедовал об этом повсюду, куда бы ни шел Вот о чем Он проповедовал повсюду, куда бы Он ни шел Те, кто верили Его Слову, приняли Его А те, которые не верили, не приняли Вот в чем простота Его служения И люди верили Ему И исходила сила Знаете, что произошло, когда Петр проповедовал об этом в доме Корниля? Я хочу закончить на этом сегодня Вернитесь к 10 главе книги Деяний Петр проповедовал о помазании И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской и в Иерусалиме И дальше Петр продолжает говорить о том, о чем проповедовал Иисус 44 стих Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово Какое Слово? Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета И Он ходил, благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом На Петре было то же самое помазание И это помазание сошло на всех, слушавших Слово Когда Петр еще проповедовал, это помазание сошло на них На прошлой неделе я проповедовал об этом На одном из собраний харизматической библейской конференции в Талсе Я проповедовал не более 30 минут И когда закончил помазание, сошло на всех нас Трое слепых начали видеть Исцелилось несколько глухих людей Я ничего не делал, я просто уступил место Богу И Бог сделал свое дело Аллилуйя Я принимаю твое помазание Господь, я принимаю твую славу Встаньте, пожалуйста, встаньте, пожалуйста Возьмитесь за руки Особенно вы, проповедники Пусть откроются глаза вашего понимания Как вы можете защитить это помазание? Самым важным и самым главным в вашей жизни Является защита вашего помазания для проповеди Вам нужно ходить в Слове Божьем Вам нужно ходить в веру Вам нужно ходить в честности, которая выше мирской Выше той чести, которая известна этому миру Вам нужно ходить в чести, которая приходит от Бога Вы должны защищать свое помазание Даже несмотря на риск Навредить своей репутации и самому себе Именно об этом кресте говорил Иисус Он сказал Каждый день берите его и следуйте за мной Следуйте за мной Отец, мы принимаем твое помазание Мы принимаем твою славу И, Отец, мы не коснемся хвалы Хвала принадлежит тебе Слава тебе Хвала тебе Мы поклоняемся тебе Мы благословляем тебя Мы величаем твое имя Мы принимаем проявление твоей славы Чтобы восполнять нужды других людей Мы принимаем ее сейчас Мы сейчас радуемся в твоей славе Во имя Иисуса Слава Богу Слава Богу Хвала Господу Хвала Господу Аллилуйя его имени Иисус все еще помазан И тех, кого Он призвал в свое царство Он помазывает на то Чтобы выполнять работу Царства Божьего Аллилуйя Я являюсь слугой Господа Но когда я родился свыше Я попал в семью А не в рабство Я сам выбрал Стать слугой А это уже совсем другое дело Я сам выбрал быть слугой Павел называл себя рабом Я раб не потому, что Иисус является моим хозяином А потому, что сам выбрал быть Его рабом Но рабы Иисуса живут намного лучше Чем все остальные Аллилуйя Тогда откройте ее на 4 главе Евангелия от Луки И давайте начнем читать с 14 стиха И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею Он возвратился после 40 дней поста Перед Господом И столкновения с Сатаной Из которого Иисус вышел абсолютным победителем Вот откуда Он вернулся И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране Он учил в синагогах их И от всех был прославляем И пришел на заряд, где был воспитан И вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу И стал читать Ему подали книгу пророка Исаия И он, раскрыв книгу Нашел место, где было написано Дух Господень на мне Ибо Он помазал меня благовествовать нищим И послал меня исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать пленным освобождение Слепым прозрение Отпустить измученных Или разбитых людей На свободу Проповедовать след о Господне благоприятное И, закрыв книгу И отдав служителю, сел И глаза всех в синагоге Были устремлены на него И он начал Говорить им Ныне И исполнилось Писание сие Слышанное вами Как мы увидим сейчас Из других стихов Писания Он не просто закрыл книгу И сказал Ныне Сегодня исполнилось Писание сие Слышанное вами Этими словами он подытожил то, о чем говорил Иисус проповедовал из 61 главы книги Исаии И 25 главы книги Левит Его проповедь основывалась на том Что Я Помазан Богом Бог пребывает на мне для того Чтобы проповедовать вам Что вам больше не нужно быть нищими Он проповедовал Слепым прозрение Он проповедовал исцеление сокрушенным сердцем Иисус проповедовал все это Потому что в первую очередь Иисус пришел как проповедник И куда бы он ни шел Он везде проповедовал о помазании Божьем О помазании Божьем В Исаии 10, 27, пророк Божий говорит о рабстве Он говорит о ерме рабства О гнете проблем О гнете и рабстве нищеты О гнете и рабстве духовной смерти И духовных уз О гнете и рабстве гонений Выходящих за все разумные пределы О гнете и рабстве сил тьмы О гнете и рабстве безжалостных болезней И немощи И Исаия говорит Что это ермо будет уничтожено Помазанием Не просто разбито Потому что разбитое можно восстановить Но на иврите то слово, которое использовано здесь Означает Изгладить Полностью стереть в порошок Это ермо уже не подлежит восстановлению После того, как оно было уничтожено помазанием Слава Богу Аллилуйя Аминь Люди выходили сегодня сюда вперед для молитвы И ермо смерти в их жизни было разрушено Аллилуйя Вы спросите, откуда ты это знаешь? Потому что я знаю Его Знаю помазание и знаю Слово Божие И познаете истину и истина сделает вас свободными И Он проповедовал в тот день Когда произнес эти слова Иисус говорил о том Что Он Свободен И если подвести итог всему тому Что Иисус сказал здесь в Евангелии от Иоанна Когда произнес эту фразу И познайте истину и истина сделает вас свободными До этого Он сказал Прибудьте в Слове Моем И тогда истинно будете Моими учениками Тогда вы истинно будете Моими учениками И познайте истину и истина сделает вас свободными Иисус буквально сказал следующее Оставайтесь со Мной Мое Слово откроется вам И вы познайте истину и истина сделает вас такими же свободными Как свободен Я Потому что именно об этом Он учил Когда сказал эти слова Потрясающая мысль, не так ли? Иисус говорит Оставайтесь, прибудьте со Мной И будете такими же свободными Как и я Аллилуйя Разве когда-либо был кто-то более свободен, чем Иисус? Нет, никогда и нигде Помазание Что такое помазание? Позвольте дать вам библейское определение помазания прежде, чем мы пойдем дальше Тогда вы начнете понимать то, что мы будем рассматривать сегодня в Слове Божьем Слово помазать означает излиться на Обмазать повсеместно И втереть в Вот что значит помазать Кто-то может помазать вас маслом Что само по себе еще не принесет вам никакой пользы А только приманит вам кучу мух Но тем не менее, вы можете быть помазанным маслом Само по себе слово «помазать» не является каким-то особенным Но оно становится очень, очень особенным Когда мы начинаем говорить об освобождающей силе И присутствии самого Бога Всемогущего Плоть не имеет силы В тот момент, когда духовная жизнь Выходит из физического тела Оно тут же умирает В нем нет жизни Само по себе оно не имеет силы Само по себе оно не имеет жизни Само по себе оно не имеет воли Само по себе оно не имеет разума Оно представляет собой Не больше, чем просто функциональную машину Вот чем является плоть И без Духа Плоть не имеет жизни Как только Дух покидает ее Плоть мгновенно умирает И перестает функционировать А еще через несколько дней она разлагается И от нее больше ничего не остается Но однажды Бог воскресит ее, аминь И она будет наполнена духовной жизнью И больше никогда не увидит смерти Я сказал все это для того, чтобы вы могли увидеть, что такое помазание И сейчас я хочу повторить то, что уже говорил раньше Не злитесь на меня и не убегайте из зала Потому что то, что я собираюсь сказать, будет очень нерелигиозным И потом я сам нерелигиозен Аминь Аминь И если вам это все еще продолжать не нравится, тогда можете идти домой Но будет лучше, если вы останетесь Потому что это очень интересная тема И чем дальше, тем будет интереснее Иисус получил свою плоть от своей матери Она была необычна только тем, что Иисус ни разу не согрешил И его плоть была чиста Но даже абсолютно безгрешная плоть Не может никого исцелить В ней самой по себе нет исцеляющей силы Плоть есть плоть Будь то плоть Иисуса или ваше Единственная разница между вашей плотью и его состоит в том, что он ни разу не согрешил, а вы согрешили Но у вас есть его кровь, чтобы избавиться от греха А сейчас послушайте очень внимательно Он был таким же сыном Божиим до своего крещения в Иордане, как им был и после него Но До крещения Иисус не совершил ни одного чуда Можно было встретиться с ним и прикоснуться к нему Когда он еще ходил в школу Но если вы были больны, то после прикосновения к нему вы оставались бы таким же больным, как и раньше Почему? Потому что сама по себе плоть не обладает исцеляющей силы Она не может выработать исцеляющую силу И именно здесь на помощь приходит помазание Вот когда слово помазание становится особым И вы пишете его с большой буквы Аминь Потому что сейчас мы уже говорим о Боге Что в данном случае делает слово помазание очень особенным После того, как Иисус был крещен в Иордане На него сошел Дух Живого Бога Дух Божий не был похож на птицу Он просто был сравнен с птицей Дух Святой полностью покрыл Иисуса Он не просто сел ему на плечо Он сошел на него Бог, Дух Святой Погрузили Иисуса в себя Его тело, все его существо было погружено В силу и в Дух Святой Для того, чтобы Иисус мог ходить Благотворя и исцеляя всех Угнетаемых дьяволом Теперь у вас есть определение библейского помазания Помазание Это Бог Пребывающий на плоти И делающий то, что плоть сама по себе без Бога делать не может Понимаете? Бог, пребывающий на плоти Делает то, что плоть сама по себе делать не может Вот что такое помазание Вот о чем мы говорим Аминь Если перевести слово помазать на греческий То получится слово Христос Оно не является каким-то особенным словом Опять же Вы можете хрестить кого-то маслом Я имею в виду, что если вы грек То для вас это слово не является особенным Но если вы говорите по-английски, по-испански, по-русски Или на каком-то другом языке На который слово Христос никогда не было переведено Тогда вы теряете целое Божие откровение в Его Новом Завете Откровение о помазании О помазанном О нашем помазании О хождении в Нем О том, что такое помазание Для чего оно нужно О том, что Иисус помазан делать в настоящее время Вообще дошло до того, что начали думать, что Христос Это фамилия Иисуса Только и слышно Христос это, Христос то Есть целая деноминация Которая может трудно произносить имя Иисуса Потому что они очень сильно привязались к имени Христос Примите Христа, служите Христу Знаете ли вы Христа? Христос здесь Мы молимся во имя Христа Библия никогда не говорила нам молиться во имя Христа Там написано все, что попросите у Отца Во имя Мое Он даст вам Сила заключается не в имени Христоса Оно лишь является именем сила Сила, освобождающая сила, находится в имени Иисуса Имя Иисуса превыше всякого имени Именно перед именем Иисуса преклонится всякое колено И всякий язык исповедует, что Он Господь Слово Христос использовалось как титул Оно представляет титул Но само по себе оно не является титулом Сегодня у нас с вами будет настоящее духовное веселье И радость в Духе Святом Сегодня мы будем поклоняться Богу в истине Вы знаете, что значит поклоняться Богу в истине? Вы поклоняетесь в истине тогда, когда принимаете свой дух откровения И слушаете веры И когда это начинает производить определенную работу внутри вас Вы толкаете своего соседа и спрашиваете Ты видел это? А он вам в ответ Что? 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 Я ничего не видел Что произошло? Когда вы получаете откровение на собраниях вроде этого Это и является поклонением Богу в истине И лично мне это нравится больше всего Я стараюсь получить как можно больше Скажу вам, я могу прийти на собрание И получить на нем больше, чем кто-либо другой Я просто сижу на нем и слушаю Слово Божие Когда я учился в университете Орла Робертса Я удостоился привилегии стать членом Евангелистической ассоциации Орла Робертса И во время первой же моей поездки в ее составе Ко мне подошел мой начальник и сказал Мне нужен водитель В то время я уже работал в транспортном отделе Потому что входил в состав летной команды Я считал, что моя работа касается только самолета И тут мне говорят Нам нужно, чтобы ты вел машину Я ответил, хорошо Он сказал, я хочу, чтобы ты вел машину у брата Роберта Я ответил, я? Вы уверены? Он сказал, да, я хочу, чтобы ты вел машину у брата Роберта Я ответил, хорошо Что же я должен делать? Он сказал, держать свой большой рот на замке Вот что ты должен делать Я ответил, я думаю, что могу это сделать Я все равно не знал, что еще ответить ему на это Но находясь рядом с ним Очень скоро я понял Почему Бог хотел Чтобы я поступил в университет Орла Роберта Я был обучен Натренирован И научен В вопросе помазания Я ничего не знал о помазании Я слышал, как христиане говорили Вот это да, какое сегодня было помазание А я думал, ну я ничего не получил У меня ни одной мурашки не пробежало по телу После того, что я услышал здесь Так что раз у меня по телу не бегают мурашки Значит, никакого помазания не было Это было все, что я знал о помазании И, к сожалению, должен сказать Что это было все, что знало о нем большинство людей, которых я знал Мы много говорили о Христе Но я не знал, что это слово означает «помазанный» Когда люди спрашивали, что такое помазание Я отвечал, не знаю Я только мог сказать, когда нет помазания Понимаете? Но было также очень много вещей, которые не были помазаны А я думал, что они были В свою очередь, было много помазанных вещей, но я не знал этого Потому что невозможно судить о помазании по плоти Оно не является плотской вещью Но оно действует через плоть и на плоти И только через несколько месяцев Я начал понимать все это Я водил машину брата Робертса И мы ездили с одного служения на другое Я постоянно наблюдал и наблюдал за ним От моего внимания не ускользало ни одно его движение Я наблюдал за каждым его шагом Я слушал каждое его слово Я решил для себя Что я не позволю никому, ничему, нигде и никогда Отлечь мое внимание от брата Робертса Я был поставлен на это место Бог поставил меня сюда И я не собирался терять ни секунды Если он совершал ошибку, то я совершал ее раньше, чем осознавал, что это была ошибка Потому что я старался держаться к нему как можно ближе Я наблюдал за всем, что он делал И слушал все, что он говорил Я смотрел на него, когда он проповедовал Если бы там разорвалась бомба, то я бы даже не заметил этого Потому что все мое внимание было сконцентрировано на том, чтобы наблюдать и слушать И с самого первого дня С самого первого собрания На котором я стал водителем Орела Робертса С самого первого дня я начал замечать и осознавать, что он защищает что-то До начала собрания он не хотел встречаться или разговаривать с кем-то Не потому, что он недоброжелательный и злой человек Вовсе нет Хотя многие люди вокруг него именно так о нем и думали Он поступал таким образом не потому, что был замкнутым человеком И не хотел никого видеть И позже я узнал, что он как раз-таки совсем наоборот Но если вы видели его только тогда, когда он проповедовал Когда он служил людям Когда он говорил Слово Божие И когда он молился за больных То могли заметить, что он ни с кем не разговаривал И через некоторое время я узнал Я узнал, насколько он был серьезен В вопросе защиты того помазания, которое Бог дал ему И я очень быстро понял Что помазание Это все Потому что без него Ермо рабства Не будет уничтожено Можно проповедовать очень научно Очень красиво, очень правильно Как угодно И я не критикую и не говорю, что это плохо Но можно делать все абсолютно правильно И самым совершенным образом И возможно кто-то будет просто восхищен вашей проповедью Но за этим не последует никакого освобождения Однако, с другой стороны Любой шарлатан, который даже не знает Бога Может взять проповедь Орла Робертса Выучить ее Проповедовать ее И люди будут спасаться Знаете почему? Потому что это Слово Божие А Слово Божие помазано Слово Божие помазано В Техасе есть один человек, который именно так и поступил Он выучил несколько проповедей брата Робертса Несколько проповедей Спэрджена Несколько проповедей Билли Грэма Смешал все в одну кучу А потом проповедовал это И люди спасались на его собраниях А он даже не знал Господа Через некоторое время его поймали И отправили в тюрьму Точнее в колонию Но однажды он склонил свои колени и услышал Как Бог проговорил к нему через те проповеди Которые он в свое время выучил наизусть В результате этот человек принял Иисуса из Назарета Как своего Господа и Спасителя На основании всего того, о чем он сам проповедовал Будучи обманщиком и клоуном Что же приводило слушавших его людей ко спасению? Помазание Которое пребывает на Слове Божьем Слово Божие является источником помазания для нас с вами Потому что Бог дал определенное обетование Или обещание И его сила находится в и на его обетованиях Чтобы исполнить их Когда в них верят и принимают Потому что он пообещал их в крови Иисуса То, что мы называем Новым Заветом Является кровной клятвой Бога Хвала Господу Вы слушаете меня? И когда человек Принимает призвание Божие Тогда он получает помазание Делать то, к чему он призван У человека, призванного быть пастыром церкви Есть пастырское помазание У человека, призванного учить Есть помазание учителя Любой человек Имеющий от Бога определенное призвание Будет иметь и помазание Которое является как бы картиной Этого призвания На и В его жизни Если он будет защищать его И делать все необходимое Чтобы поддерживать это помазание С живым в своей жизни Тогда Когда он будет учить И проповедовать Слово Божье На основании своего призвания Ермо рабства Будет Уничтожаться Гораздо более эффективнее Но сегодня есть много людей Которые оставили свое призвание И взяли за чужое призвание Так дело не пойдет Это не будет работать И очень легко увидеть Почему это не будет работать Если вы понимаете то О чем я сейчас говорю Иисус Является Помазанным Он Христос Он Помазанный Он является Живым источником Помазания Которая пребывает На всем теле Христовом Теле Христовом А теперь переведите Тело помазанного Он Глава А мы Тело помазанного Переведите это с греческого языка На русский Чтобы вы могли понять О чем идет речь Вы Христианин Я хочу показать вам Слове Божьем Если успею Откуда пошло это название У Иисуса Есть Все виды Помазания Он является апостолом Он является пророком Он является евангелистом Он является великим пастухом Великим пастырем Он является великим учителем Он является целителем Освободителем И финансистом Он глава Он Господь У него есть все помазание Которое только существует На нем И в нем Его плоть была прославлена Чтобы стать такой же духовной Как и его дух А его дух такой же духовный Как и его плоть Как в ваших венах течет кровь Так в его венах течет слава Божия Отличная перспектива, не правда ли? То же самое Бог приготовил для вас У Иисуса Есть все виды Помазания Он является апостолом Он является пророком Он является евангелистом Он является великим пастухом Он является великим пастырем Он является великим учителем Он является целителем Освободителем И финансистом Он глава Он Господь У него есть все помазание Которое только существует На нем И в нем Его плоть была прославлена Чтобы стать такой же духовной Как и его дух А его дух такой же духовный Как и его плоть Как в ваших венах течет кровь Так в его венах течет слава Божия Отличная перспектива, не правда ли? То же самое Бог приготовил для вас Во время воскресения Ваша кровь будет заменена на славу Божию Она начнет течь в ваших венах Иисус сказал после воскресения Потрогайте меня У духа нет ни плоти, ни костей Как вы видите у меня Не крови Его кровь была пролита И по-прежнему жива И сегодня во святом святых На небесах В самом святом месте Которое только существует Во всей вселенной Его кровь по-прежнему жива там Аллилуйя Ратифицируя новый завет Новый завет в его имени Слава Богу Мне просто хочется спуститься вниз И начать бегать по залу Но может быть не сейчас Его помазание пастора Сходит на пастора Его помазание пророка Сходит на пророка Его помазание евангелиста Сходит на евангелиста Иисус является великим евангелистом Иисус пришел найти и спасти этот мир Никто не может проповедовать так, как он Если, конечно, только он не помажет вас своим помазанием Тогда вы сможете проповедовать, как он Его помазание учителя Помазание учителя Сходит на того Кто призван Учить Если собрать вместе Апостола, пророка, евангелиста, пастора и учителя Каждый из которых помазан То мы получим полную картину Иисуса Я скажу вам Что никто, кроме Иисуса во всем теле Христовом Не имеет всего помазания И не обладает всеми способностями Но все мы Вместе взятые Имеем все помазание и все способности Когда же мы, наконец, научимся работать вместе Вместо того, чтобы воевать и ссориться друг с другом Когда же мы начнем защищать это помазание Когда я спросил об этом брата Робертса на прошлой неделе Он посмотрел на меня и сказал В те дни, когда я служил под помазанием освобождения Исцеления И чудотворения Люди значили для меня все Наверное, один из самых удивительных случаев в моей жизни Произошел много лет назад Но только спустя некоторое время я осознал Какой след он оставил навсегда в моей жизни Мы проводили собрание в Буфилде Штат Западная Виржини Мне нужно было поставить в ангар самолет Поэтому я сначала отвез брата Робертса в гостиницу Затем поехал и поставил самолет И уже после этого вернулся в гостиницу Я проголодался и решил зайти в ресторан Так как до собрания оставалось совсем немного времени Это был ранний вечер Поэтому в ресторане было не так уж много людей Я увидел, как вошла жена Орла Робертса Она вошла и села за столик Через несколько минут Пришел брат Робертса Но он сел за другой столик Я подумал Наверное, они поссорились Да, они поссорились Я не понимал, почему они себя так вели Она посмотрела в его сторону и улыбнулась ему А он посмотрел в ее сторону и улыбнулся ей Я подумал, какие странные люди Никогда не видел ничего более странного Она сидела за одним столиком, он за другим И они были очень вежливы по отношению друг к другу При этом ни разу, не сказав ни слова Я просто не мог понять их Мне это показалось странным В тот вечер, как я уже сказал У нас было собрание в Буфилде, штат Западной Виржинии Люди вышли к сцене, чтобы за них помолились Среди них был один молодой человек Собрание проходило в учебной аудитории В конце которой была небольшая сцена Этот молодой человек был полностью парализован И вообще не мог двигаться Говорили, что у него было что-то не в порядке с тазобедренным суставом Я точно не знаю Но он был совершенно беспомощен Он не мог двигаться Его принесли на сцену и брат Робертс возложил на него руки Скажу вам, временами сила Божия была настолько сильной Что иногда казалось, будто сверкала молния Когда брат Робертс прикасался к кому-то Он возложил руки на того парня и тот начал бегать по сцене Также там был один маленький мальчик, которого мама принесла на руках Я никогда не забуду Как они не разговаривали друг с другом в тот вечер Да, так вот, эта женщина принесла на сцену своего сына и держала его на руках Брат Робертс возложил руки на мальчика И тот начал брыкать ногами и кричать «Мама, отпусти меня! Мама, отпусти меня! Мама, отпусти меня!» Она говорила «Нет, нет, нет!» Его маленькие ножки висели, как две веревки Они просто болтались Он повторял «Опусти меня!» Наконец он вырвался у нее из рук и побежал по сцене Помазание сошло на всю аудиторию Все вскочили на ноги и начали громко кричать и прославлять Бога Они кричали и прославляли Бога Атмосфера была настолько заряжена, что если вы никогда не видели подобного помазания Божьего То оно просто превосходит все, о чем вы можете просить или помышлять И собрание произвело на меня Огромное впечатление Позже, уже после нашего второго собрания, я узнал В чем же тогда было дело Я узнал Что после двух часов дня В тот день, когда должно было быть собрание Брат Робертс ни с кем не общался По какой-то причине в тот вечер помазание было настолько сильным Что, чтобы защитить его, он не стал разговаривать даже со своей собственной женой И чтобы избежать искушения поговорить, они сели за разные столики, улыбнулись друг другу, но не сказали ни слова Вы можете сказать Не заходит ли это уж слишком далеко? Нет, когда вы видите, как тот маленький мальчик бежит по сцене Я все еще могу видеть его, я все еще могу видеть его Во время одного из палаточных собраний мы молились за людей в специальной комнате для больных Это было еще одной моей обязанностью Как только брат Робертс заканчивал проповедовать Ты хочешь сам сказать об этом? Нет Закончив проповедовать, он сразу же шел в комнату для больных и возлагал руки на людей Которые не могли находиться в собрании Там были представлены очень тяжелые случаи Люди с действительно очень серьезными заболеваниями И в мои обязанности входило сразу же, после окончания проповеди, кратко и быстро повторить ее основные моменты людям в этой комнате И ободрить их, чтобы они приготовились Обычно брат Робертс заканчивал собрание молитвой И в первую очередь он молился за молитвенные нужды своих партнеров Первыми людьми, за которых он молился, всегда были его партнеры Я являюсь одним из его партнеров И думаю, что те из вас, кто тоже является партнером служения Орла Робертса, должны знать об этом За нас молились в первую очередь Он проповедовал, затем спускался с платформы, возлагал руки на молитвенные нужды своих партнеров И после этого шел в комнату для больных людей В тот вечер мы проводили служение в палатке Поэтому эта комната находилась вне основной палатки Туда привезли маленькую темнокожую девочку В инвалидном кресле Я до сих пор могу видеть ее Она стоит у меня перед глазами постоянно Вот уже тридцать лет Я думаю о ней Иисус сказал Когда делаете это, делайте это в мое воспоминание Так что я помню ту маленькую девочку Я помню ее лицо Ее привезли в инвалидном кресле К нему была прикреплена доска А девочка была привязана к этой доске Она могла двигать только своими глазами Так как была полностью парализована Тот вечер, находясь под помазанием Божьим Брат Роберт сказал Делайте то, что вы не могли делать раньше Если вы можете двигать столько своим мизинцем То во имя Иисуса двигайте им Поднимитесь внутри Даже если не можете подняться внешне То же самое я повторил в комнате для больных У меня было около пяти минут Я проповедил так быстро, как только мог Говорил только самое главное И в конце сказал Он придет сюда С минуты на минуту Когда он возложит на вас руки Делайте то, что не могли делать раньше И как он сказал Если вы не можете двигать ничем Кроме мизинцев То двигайте им Зайдя в комнату Брат Роберт подошел к той девочке Он встал возле нее с одной стороны А я стоял с другой стороны Она была привязана к креслу Она сказала своей матери Прямо перед тем, как он вошел Мама, отвяжи меня И мать ответила О нет Она снова попросила Мама, отвяжи меня И мама отвязала ее Она просто Лежала на этой доске Брат Роберт Подошел к ней И сфера коснулся ее И она начала вращать своими глазами Ничем другим она больше не могла двигать Постепенно она начала двигать своей головой Потом шеей А затем и всем остальным телом В конце концов она вскочила с этой доски И начала бегать по той маленькой палатке Со словами Мама, я же говорила тебе Мама, я же говорила тебе Я говорила, что исцелюсь Я говорила, что исцелюсь А мама бегала за ней, говоря Нет, нет, ты же не можешь ходить Ты же не можешь ходить А та отвечала Нет, могу И начинала бегать еще быстрее По всей палатке Из одного конца в другой Из одного конца в другой Что сделало это возможным? Помазание Которое Иисус дал Орлу Робертсу Которое приехало в тот город Сказать людям Что Иисус помазан и сегодня Сказать людям, что Иисус является их освободителем И та маленькая девочка Поверила его словам Она уговорила маму отвязать ее Соскочила с той доски И начала бегать так быстро, как только могла Крича Я же говорила тебе, что исцелюсь Я же говорила тебе, я же говорила тебе, я же говорила тебе Это о чем-то говорит Она получила то, что сказала Она получила не то, что говорила ее мама Ее мама сказала Ты же не можешь ходить, ты не можешь А девочка ответила Могу Вскочила с кресла и побежала Вы слушаете? Что такое Слово Божие? Что такое Его обетование? Они являются Носителями силы Помазания Божьего Помазания Божьего Присутствие Божьего Слово Божьего Имени Божьего Крови Божьей Слово Божье и Его обетование Являются носителями Всего этого Слова несут страх Слова несут ненависть Слова несут смерть Слова несут сомнения Слова приносят все это В присутствие Сатаны И он воплощает Слова страха Он воплощает Слова ненависти Он воплощает слова Потому что Библия говорит От слов своих оправдаешься И от слов своих осудишься И дашь ответ За все пустые Праздные слова Вышедшие Из твоих уст Аминь Итак Помазание Является присутствием И сущностью Бога Присутствующим В Его Людях На Его людях И среди Его людей Когда мы говорим О, сошла слава Да, слава сошла Но она была проявлением Помазания среди нас Все того же помазания Скажите вслух Помазание Скажите еще раз Помазание Которое уничтожает Ермо рабство Именно о нем Иисус проповедовал По всей Иудеи Давайте откроем 10 главу книги Деяний Сначала туда Петра Призвал Бог А затем уже И посланный Из дома Корнилия Для Петра Достаточно необычным Было уже то Что он проповедовал Людям Не принадлежавшим К израильскому народу Это произошло Через 10 лет После Дня Пятидесятницы Апостолы только тогда Начали понимать Что имел в виду Иисус Когда сказал Чтобы они шли До края земли Итак Петр Отвел свой уста Он находится в доме Корнилия Смотрите 34 стих Петр отверг с уста И сказал Истинно познаю Что Бог нелицеприятен Но во всяком народе Боящийся Его И поступающий по правде Приятен Ему Он послал Сынам Израилевым Слово Благовествое Мир Какой мир? На земле Мир К людям Благоволение Бог говорит Нет больше войны Между небом И землей Именно это Имел в виду Иисус Когда проповедовал Лето Господне Благоприятное Помните что написано В 4 главе Евангелия От Луки Иисус проповедовал Дух Господень на мне Он цитировал 61 главу Исаии Чтобы проповедовать Лето Господне Благоприятное Или Великий Юбилей О котором говорится В 25 главе книги Левит Он проповедовал о том Что Бог Сказал На земле мир К людям Благоволение И люди Которым Он проповедовал Об этом Никогда не слышали Ничего подобного Раньше они только И слышали Что Бог Злится на них Что Бог Убьет их Что Бог Их накажет Что Бог Будет бить их по голове Чтобы доказать Что Он на самом деле Бог Вы можете Сегодня услышать Что-либо подобное Но как тогда Так и сейчас Это совершенно Не соответствует Действительности И дальше Послушайте Но во всяком народе Боящийся Его И поступающий по правде Приятен Ему Он послал Сынам Израилевым Слово Благовествуя Мир Через Помазанного Иисуса Видите Мы перевели слово Христос Потому что Именно об этом И проповедовал Иисус Я помазан Дух Господень На мне Ибо Он Помазал меня Вот о чем Он проповедовал Он проповедовал Из 61 главы Книги Исаия В этом стихе Речь идет о том же самом Что и в 61 главе Исаия Слово Мессия На иврите Означает Помазанный А слово Христос Является Греческим переводом Слово Мессия И вы должны Всегда помнить о том Что когда Лука Писал книгу Деяния апостолов Он Не переводил С еврейского Он не переводил С итальянского Он не переводил Ее с другого языка Он писал По-гречески Для людей Которые читали По-гречески Говорили по-гречески И он использовал Слово Христос Когда хотел показать Что имеется в виду Это значит Втереть Излить Или обмазать Поэтому Нужно перевести Слово Христос С греческого языка На русский Чтобы знать О чем идет речь И так сказано Что об этом Проповедовалось Иисусом Помазанным Все из Господь всех Вы знаете Происходившее По всей Иудеи Начиная от Галилеи После крещения Проповеданного Иоанном Это достаточно очевидно Я имею в виду Что мы читаем о том Что происходило После того Как Иисус Был крещен В Иордане Как Бог Духом Святым И силой Помазал Иисуса Из Назарета И Он ходил Благотворяясь Целяя всех Обладаемых Или угнетаемых Дьяволом Смотрите То же самое Он проповедовал По всей Иудее Везде Куда бы Он ни шел Он проповедовал Одно и то же Здесь так и сказано Вы знаете Происходившее По всей Иудее Начиная от Галилеи После крещения Проповеданного Иоанном Как Бог Духом Святым И силой Помазал Иисуса Из Назарета И Он ходил Благотворяя И исцеляя всех Угнетаемых дьяволом Потому что Бог Был С ним И мы Свидетели всего Что сделал Он В стране Иудейской И в Иерусалиме И что Наконец Его Убили Повесившие На древе Итак Иисус проповедовал О помазании Он проповедовал О помазании Божьем Он проповедовал О нем По всей Иудее И когда люди Верили тому О чем Он проповедовал Тогда это помазание Совершало то О чем Проповедовалось Иисус проповедовал Сокрушенным Сердцем Я здесь Не Бог Я не могу 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 Я помазан Богом Он послал меня Предложить себя вам Я ваш юбилей Сокрушенным сердцем Вам больше не нужно Быть сокрушенным сердцем И когда они верили в это Тогда помазание Присутствие Сущность Бога На нем И в нем И вокруг него Уничтожало Ермо Сокрушенного Сердца И они уходили Свободными А сейчас Откройте Евангелие от Марка Шестую главу Первый стих Первый стих Оттуда вышел он И пришел Своё Отечество За ним следовали Ученики его Когда наступила Суббота Он начал учить Синагоги И многие слышавшие С изумлением Говорили Откуда у него Что это Что за премудрость Дана ему И как такие чудеса Совершаются руками его Ни плотник ли он Сын Марии Брат Иакова Иосии Иуды И Симона Не здесь ли между нами Его сестры И соблазнялись Или Обиделись На него Теперь если вернуться И прочитать Четвертую главу Евангелия От Марка То мы увидим Что Иисус Учит здесь О разных видах почв Сеятель Слово сеет И дальше он говорит О том Что это слово Попадает на разную почву И одно из них Представляют собой Люди Не имеющие в себе корня Они слышат слово Принимают его На какое-то время Но затем Обижаются И слово Похищается Из их сердец Те люди Обиделись И дьявол Смог украсть Слово Из их сердец А теперь Посмотрите Вот что я хочу Чтобы вы увидели Пятый стих И не мог Совершить там Никакого чуда Подождите Минуточку Он был таким же Сыном Божьим Здесь в Назарете Каким он был И в Капернауме Он был таким же Помазанным в Назарете Каким он был И в Капернауме Здесь не сказано Что он не хотел Совершать никакого чуда Наоборот Он пытался это сделать Он действительно пытался Он даже возложил руки На некоторых из них Но исцелились Только лишь люди С несерьезными заболеваниями Некоторые вообще Ничего не получили Да Так здесь написано И не мог совершить там Никакого чуда Только на немногих больных Возложив руки И исцелил их И дивился Неверию их Потом ходил По окрестным селениям И учил Именно так Вы избавляетесь От неверия Вы учите Под учительским помазанием Понимаете? Здесь не говорится Что Иисус не хотел Нет, Он пытался Он возложил на них руки Но это было все равно Что возложить руки На дверную ручку Почему? Потому что они думали О его маме Они думали О его братьях И сестрах Они знали Всю его семью Как это Один из них Мог быть помазан Когда тот Упоминал О Марии Жене плотника Иосифа Они не думали О ней так Как думаете вы Они не думали О, Матерь Божья Нет, нет, нет Они знали О ее просто Как Марии И кажется Ее старший сын Зашел с ума Просто помешался На Библии Но его семья Была на его стороне Потому что Мария Видела Как он рос верой Она знала Что лучше сделать так Как он говорит Иисус не совершил Там ни одного чуда Но он жил верой Потому что Библия говорит Что он угодил Богу Понимаете? Мария знала Что лучше сделать так Как говорит Иисус Потому что в конечном счете Это окажется Самым правильным решением Первый стих Оттуда вышел он И пришел в свое Отечество За ним следовали ученики его Когда наступила суббота Он начал учить синагоги И многие, слышавшие С изумлением, говорили Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса Совершаются руками его? Не плотник ли он Сын Марии Брата Иакова Иосии Иуды И Симона Не здесь ли между нами Его сестры? И соблазнялись Или обижались на него Теперь, если вернуться И прочитать 4 главу Вангелия от Марка То мы увидим Что Иисус учит здесь О разных видах почв Сеятель слова сеет И дальше он говорит о том Что это слово попадает На разную почву И одно из них Представляют собой люди Не имеющие в себе корня Они слышат слово Принимают его на какое-то время Но затем Обижаются И слово похищается Из их сердец Те люди обиделись И дьявол смог Украсть слово Из их сердца А теперь смотрите Вот что я хочу Чтобы вы увидели Пятый стих И не мог совершить там Никакого чуда Подождите минуточку Он был таким же Сыном Божьим Здесь в Назарете Каким он был И в Капернауме Он был таким же Помазанным в Назарете Каким он был И в Капернауме Здесь не сказано Что он не хотел Совершать никакого чуда Наоборот Он пытался это сделать Он действительно пытался Он даже возложил руки На некоторых из них Но исцелились Только лишь люди С несерьезными заболеваниями Некоторые вообще Ничего не получили Да, здесь так и написано И не мог совершить там Никакого чуда Только на немногих больных Возложив руки И исцелил их И дивился неверию их Потом ходил по окрестным селениям И учил Именно так вы избавляетесь От неверия Вы учите Под учительским помазанием Понимаете? Здесь не говорится Что Иисус не хотел Нет, Он пытался Он возложил на них руки Но это было все равно Что возложить руки На дверную ручку Почему? Потому что они думали О его маме Они думали о его братьях О его сестрах Они знали всю его семью Как это один из них Мог быть помазанным Когда кто-то упоминал о Марии Жене плотника Иосифа Они не думали о ней так Как думаете вы Они не думали О, Матерь Божья Нет, нет, нет Они знали ее просто как Марии И кажется Ее старший сын Сошел с ума Просто помешался на Библии Но его семья была На его стороне Потому что Мария Видела Как он рос верой Она знала Что лучше сделать так Как он говорит Иисус не совершил там Ни одного чуда Но он жил верой Потому что Библия говорит Что он угодил Богу Понимаете? Мария знала Что лучше сделать так Как говорит Иисус Потому что в конечном счете Это окажется Самым правильным решением Но Иисус на этом Не остановился Он начал переворачивать Столы именовщиков Он замахнулся на религию И на их традиции Что же ты наделал, сынок? Они больше не пойдут На его собрание Они больше не будут Посещать его домашнее собрание Они больше не пустят его В синагогу И вы знаете Что ему приходилось Проповедовать в чем-то доме И вот она стоит снаружи И посылает к нему человека Чтобы тот передал ее сыну Что она хочет поговорить с ним Иисусу говорят Пришли твои мать И братья Они хотят поговорить с тобой А он отвечает Кто матери моя И братья мои Как не те Кто исполняет волю отца моего Почему он не вышел к ним? Почему Иисус Твоя мама Хочет поговорить с тобой А также с ней еще Твои братья и сестры Как ты вообще себя ведешь, парень? Что он делает? Он защищает свое помазание Он не вышел к ним Потому что не хотел Чтобы его мама Начала разбивать его сердце Вы слушаете меня? Иисус защищал свое помазание Иисус хотел видеть и находиться в окружении Именно тех людей Которые исполняют воли его отца Потому что только они будут способны принять что-то Иисус строил здесь кое-что Что было больше мамы и папы Иисус строил то, что прибудет вечно Он закладывал основание церкви Утверждение истины Вечного царства живого Бога А с мамой тоже все в порядке В день Пятидесятницы Она была вместе с остальными там В горнице Только она там была уже не как его мать А как его сестра в Господе Здорово, не так ли? Не смотрите на меня такими глазами Если ваша мама знает Иисуса Тогда она больше ваша сестра, чем мама Вы являетесь, например, матерью и дочерью по плоти Но с сестрами по духу По крови По помазанию Что это за помазание, брат Коплант? Помазание, которое есть у Иисуса Чтобы помогать людям рождаться свыше Сила, чтобы сделать это, находится на нем Откуда я это знаю? Я прочитал второе послание Коринфянам 5, 17 Перевел слово Христос и узнал, что Он помазан давать рождение свыше Всякие Кто помазан Тот новое творение Как человек становится новым творением? Через помазание, которое есть для этого на Иисусе Через силу Которая переродила вас Сделав подобными Ему Видите, как мы пропускали это? Не переводя слово Христос И это помазание Иисуса сейчас Пребывает на вас И на мне Чтобы дать нам силу Быть Его свидетелями Мы засвидетельствовали о нем сегодня Дух Святой подтвердил наше свидетельство И в результате к нам присоединилось много прекрасных людей Которые стали вашими братьями и сестрами Моими братьями и сестрами в Царстве Божьем Почему? Потому что Иисус помазан И под этим помазанием, под этой силой Иисус сказал Всякого приходящего ко мне не изгоню вон И Он никого не изгнал, не так ли? Вы слушайте меня Простите меня за то, что я так громко говорю и кричу об этом Но это стоит того, чтобы кричать о нем Слава Богу вовеки! Аминь! Когда Слово Божьему верили и поступали по Нему Тогда начинало работать помазание Сегодня мы только лишь коснемся этого вопроса А уже более подробно разберем его в следующий раз Но я хочу, чтобы сегодня вы видели суть его Потому что это поможет вам принимать от Бога Именно о помазании проповедовала ранняя церковь Я очень долго думал И много раз задавал себе этот вопрос Я никак не мог найти на него ответ И на какое-то время даже согласился с большинством религиозных людей Которые считают, что ранняя церковь была сильной, а мы нет Потому что им нужно было быть сильными, а нам не нужно Послушайте, нет такого понятия, как ранняя церковь или поздняя церковь Кто же тогда является средней церковью? Когда произошло ее разделение? Что кто-то в один прекрасный момент стал и сказал Если кто-нибудь собирается исцелиться, то ему лучше сделать это сегодня Потому что завтра исцеления уже не будет Сегодня после полуночи исцеление закончится Потому что начнется время поздней церкви Разве это не является самой большой глупостью, которую вы когда-либо слышали в своей жизни? Действительно, ведь так легко все обобщить и сказать Исцеления закончились Но просните же, наконец Иисус никогда не изменялся Все, что изменилось в церкви, так это люди Сегодня вы вместо лошади ездите на машине Вы слушаете меня О чем они проповедовали? Англоговорящая церковь Церковь западного мира И множество европейских церквей стали слабыми потому Что перестали проповедовать о том, о чем проповедовали раньше А если вы не знаете, о чем они проповедовали раньше Тогда как вы собираетесь проповедовать об этом? Знаете, о чем они проповедовали? Они проповедовали о том, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета И Он ходил, благотворя и исцеляя всех угнетенных дьяволов Вот о чем они проповедовали Потому что то же самое проповедовал и Иисус Почему же мы потеряли это? Потому что не переводили слово «Христос». Вот одна из основных причин. Мы просто перенесли слово «Христос» в русский язык, не имея ни малейшего представления о том, что оно означает. И, как я уже сказал, дошло же до того, что его начали считать фамилией Иисуса. Откройте восьмую главу книги Деяний. Позвольте мне хотя бы вскользь коснуться этого вопроса. Я постараюсь быть кратким, так как мое время ограничено. Поэтому постарайтесь быть очень внимательным. Но я не могу не сказать об этом. Восьмая глава Деяний, пятый стих. Когда я прочитал это место в свете того, о чем сегодня говорю вам, оно просто освободило меня. Восьмая глава книги Деяний. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал. Филипп проповедовал о Помазании. Он проповедовал Христа. Все эти годы мы читали и цитировали это местописание повсюду. Не имея ни малейшего представления о том, что он сказал, когда пришел в Самарию. Мы лишь делали предположение о чем, проповедовал там Филипп. Но он проповедовал именно о том, что здесь написано. Он проповедовал о том, что Иисус помазан Духом Святым и силой. И что же произошло? Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Как? Пребывая под тем же самым Помазанием. Он проповедовал о том, что Иисус помазан. И Иисус проявил себя. Аминь. И сделал то, что всегда делал, находясь под Помазанием. Хорошо. А теперь еще раз откройте 10 главу Книги Деяний. Давайте вернемся к проповеди, которую Петр проповедовал в Доме Корнилия. И посмотрим 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, какую речь? Что Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силой, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом. И Он нелицеприятен. Другими словами, Иисус сегодня помазан так же, как и всегда. И это помазание, которое было на Нем, когда Он был здесь, Иисус сегодня пребывает на мне. И вот о чем проповедовал Петр. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. Слава Богу! Вы тоже должны кричать Аминь. Теперь, давайте откроем 9 главу Книги Деяний. Скажу вам, что она перевернет всю вашу теологию. Аминь. Деяние 9 глава 17 стих. «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел, и исполнился Святого Духа». Речь идет о Савле и Старса, который по дороге в Дамаск был сбит с ног Иисусом. И, знаете, Иисус сбил Павла с ног не для того, чтобы спасти его. Его спасение стало лишь результатом того, что произошло. Иисус сбил его с ног для того, чтобы остановить Савла от преследования своего тела. Иисус сказал, «Почему ты гонишь меня?» Не мою церковь, а меня. И если так лично говорится о гонениях, тогда также лично нужно говорить и о помазании. Помазание находится на вас, и в вас, независимо от того, знаете вы об этом или нет. Помазание свидетельствовать. Иисус сказал, «Оставайтесь в Иерусалиме до тех пор, пока что?» Пока не получите обещанное от отца. Ученики не знали, о чем шла речь. Они просто послушались, его и остались. 120 осталось, а 380 нет. Иисус как-то спросил, «За кого почитают Меня люди?» И Петр ответил, «Ты помазанный сын Бога живого». Тогда Иисус сказал Петру, «Блажен ты, Симон Ионин, ибо не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой». Посмотрите, зачем Иисус сказал им, «Не говорите никому, что я Христос». Мои понятия не имели о том, что он сказал. Мы не знали, что сказал Петр, потому что не знали то, что ответил Иисус. Давайте вернемся назад. Петр сказал, «Ты помазанный». Откуда он об этом узнал? Он постоянно слышал, как Иисус проповедовал об этом. И наконец до него дошло, «Ты помазанный, сын Бога живого». Иисус никогда не проповедовал об этом публично, а только иудеям. И Иоанн называл иудеев лидерами Израиля, а Иисус возложил на них ответственность за Слово Божие. Они должны были знать, кем Он был из Его Слова, и Иисус возложил на них ответственность за знание этого. Хотя они не имели ни малейшего представления о том, кем Он был, и думали, что Он богохульствует, когда называет Себя Сыном Своего Отца. Но Иисус не проповедовал об этом публично, а только иудеям. И вот настал день, когда, как говорит Библия, Он перестал проповедовать об этом иудеям. Потом Иисус больше никогда не говорил им об этом. Публично Он проповедовал не как Сын Божий, а как Сын Человеческий. Другими словами Иисус говорил, «Я один из вас, и на Мне пребывает помазание. Бог на Мне, и Он пребывает на Мне для вас, а не для Меня». И вот Петр говорит, «Ты помазанный, Сын Живого Бога». На что Иисус отвечает, «Ты принял это от Бога. Это откровение от Бога, и на Нем Я построю Мою Церковь». На чем? На камне откровения. Какого откровения? О помазании Сына Божьего. И дальше Иисус говорит, «Не говорите никому, что Я помазан, пока не проповедуйте об этом. Пока не проповедуйте об этом. Пока не проповедуйте об этом. Я буду проповедовать об этом», говорит Он им. «Я буду проповедовать об этом, потому что Я помазан проповедовать это. Дух Господа Бога на Мне, чтобы проповедовать, что Я помазан, а не вы. А вы возлагаете руки на больных. Радуйтесь тому, что бесы повинуются вам во имя Мое, потому что ваши имена записаны в книге жизни Агнца. Оставайтесь в Иерусалиме и ждите. И вы... Вы примите силу... Помазание... Когда Дух Святой сойдет на вас и будете Моими свидетелями. Что Петр сказал в доме Корнилия? Он сказал, мы свидетели помазания Иисуса. Мы видели то, что Он делал и что говорил. И пока Петр говорил... Помазание сошло на всех слушавших. Когда Петр проповедовал об этом, помазание сошло на всех, кто там был. Другими словами Иисус сказал, ждите, пока не получите то же самое помазание. И тогда вы сможете идти и говорить о нем, потому что оно будет на вас. И дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше всех сотворите, потому что я иду к Отцу Моему. Сейчас вы уже начинаете понимать то, о чем говорил Иисус. И это помазание никуда не исчезло. Сегодня оно такое же, каким было и раньше. Сегодня о нем нужно проповедовать так же, как и раньше. Я действительно твердо ожидаю... услышать от Него, о чем мне надо проповедовать каждый раз, когда я должен проповедовать. Я всегда спрашиваю об этом Бога. Я не заготавливаю для себя набор проповедей. Я не хочу просто запланировать что-то и потом проповедовать свой план. Боже мой! Если бы Бог сказал мне сегодня не приходить сюда, а поехать в другое место, я бы сделал то, что Он сказал. Я больше не строю планов, как делал это раньше, поступая как глупый человек, который сначала строит планы, а потом просит Бога благословить их. Боже мой! Каким же можно быть иногда глупым? Тогда как можно просто прийти к Богу и узнать у Него, что нужно делать? И это дело уже будет благословенным. И не нужно больше ничего придумывать, а только всего лишь быть послушным. Идите, делайте то, что Он сказал делать. Говорите то, что Он сказал говорить. Именно так и поступал Иисус. Он сказал, я говорю только то, что говорит мой отец. Я иду только туда, куда Он говорит мне идти. Я возвращаюсь тогда, когда Он говорит мне вернуться. И потом Иисус сказал, и познайте истину, и истина сделает вас свободными, слава Богу. Какая истина? Помазание. Помазание. Вы слушаете меня? Помазание. А теперь откройте 9 главу, и затем я подойду к тому, как мы можем принимать через это помазание. Итак, снова 9 глава Деяний. Сейчас я только найду то место, на котором мы остановились. Анания, и возложив на него руки, сказал, Брат Саул, который впоследствии стал Павлом, Брат Саул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел, и исполнился Святого Духа, и тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встав крестился, и приняв пищу, укрепился, и был, савал, несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас, или другими словами, сразу же после общения с учениками. Павел провел несколько дней с учениками, и сразу же стал проповедовать... стал проповедовать Христа в синагогах. Павел пообщался с учениками, и они рассказали ему о помазании. Они рассказали ему эту проповедь о помазании. После чего Павел сразу же отправился в синагоге, и начал проповедовать о том, как Бог помазал Иисуса Духом Святым и силой, и Он ходил, благотворяясь, целяя всех угнетаемых дьяволом. Павел проповедовал то же, что слышал, как проповедовали ученики. Вы увидите, что туда пришел проповедовать один из сильнейших учеников. И написано, что Прискилла и Акилла приняли его и более точно, и подробно все ему обнеслили, после чего он пошел и проповедовал Христа. Он проповедовал помазание. Почему? Потому что они хотели, чтобы сошло помазание. Они хотели, чтобы помазание действовало. Они хотели, чтобы слава Божия наполнила тот дом, в котором они находились. Вы проповедуете о помазании, и я буду приводить его в действие, говорит Господь, потому что я тот, который был мертв, но жил и жив о веки. И у меня есть ключи, поэтому идите и проповедуйте. Я дал вам ключи Царства Небесного. Идите и скажите, что я помазан, и то же самое помазание будет на вас, и вы увидите те же самые знамения и чудеса, которые так ожидаете. Но больше вам не придется ожидать, и говорит Господь, ибо великое излияние Духа Святого происходит среди вас уже сейчас. И даже прямо на этом месте, когда мы говорим, говорит Господь. Аллилуйя. Давайте встанем и примем его. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Хвала Господу. Хвала Господу. Я говорю, хвалите его. Хвалите его имя. Принимайте его обетование. Принимайте это помазание. Как я уже сказал раньше, я действительно очень ожидаю, когда настанет этот день. Я поступаю точно так же, как поступал брат Робертс. В тот день, когда он должен был проповедовать, то после двух часов дня он ни с кем не разговаривал. И тогда я сказал, Боже мой, если это хорошо для него, значит, это хорошо и для меня. И после двух часов дня я ни с кем не разговариваю. Я отделяю себя для того, чтобы слышать от Бога. Именно в это время я спрашиваю Господь, о чем ты хочешь, чтобы я проповедовал сегодня из твоего слова? Как ты хочешь, чтобы я вел себя? И если ты хочешь, чтобы я пел, тогда что ты хочешь, чтобы я пел? Что должно произойти сегодня на служении? Как я могу быть более эффективным служителем твоего помазания? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Потом я немножко молюсь в духе и замолкаю, как сказал один человек, лежа на полу и молясь. Вот лежит глупец, который ничего не знает. И что-то говорит тому, кто знает все. Я действительно очень ожидаю этого дня. Потому что за 30 лет служения со мной еще такого никогда не происходило. Но мы близки, очень близки к этому. На Международно-харизматической библейской конференции на прошлой неделе, на утреннем служении, мы лишь коснулись такого помазания. Только лишь слегка коснулись его. И три слепых глаза открылись то утро. У одной женщины открылся полностью слепой глаз, а у двух других открылся по глазу, которыми они практически уже не видели. Но когда сошло помазание, то они вышли и начали читать все, что хотели. Открылись глухие уши. Но послушайте, я очень сильно ожидаю, когда Иисус скажет мне, «Проповедуй слепым прозрение». Я уже затрагивал этот вопрос. Я упоминал о нем и раньше. Но пока Господь еще никогда не говорил мне проповедовать это. Иисус проповедовал это. Он сказал, что помазан проповедовать слепым прозрение. Он превратил это в целую проповедь. У меня нет ни малейшего представления о том, как проповедовать это. Но я планирую знать, потому что, когда Он скажет проповедовать это, вам лучше не зевать. Потому что именно в тот момент помазание открывать слепые глаза сойдет на тело Христова. И это начнет происходить по всему миру. И это начнет происходить по всему миру. По всему миру начнется излияние славы Божией. Я верю, что Бог уже давно был готов сделать это. Просто мы были не готовы справиться с этим помазанием. Я имею в виду, что Бог сегодня снова готов открывать глаза слепым. Давать людям новые глаза. Возвращать и восстанавливать зрение. Это происходило в 40-е и 50-е годы в служении брата Робертса. На его собраниях происходили разные чудеса, связанные с исцелением глаз. Происходили удивительные вещи. И они будут происходить снова. Потому что мы стоим на пороге Его помазания. Мы уже даже переступили через этот порог. Мы стоим в присутствии Его помазания. Слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова